Да, дорогие друзья, Байра Кова, ну, мне не приходится, нет нужды вам представлять, она у нас немножечко героиня. Да не то слово. Вот, Байра, ну вот, давайте все-таки поговорим чуть-чуть о первой партии. Ну, я так понимаю, что сегодня вы были в форуме. Все, в этом, да. Что случилось в той партии, дело в том, что я поясню, соперницей Байры Ковановой была Ковановой, извини, пожалуйста, была Абаленцева, Александра. Ну, кстати говоря, между прочим, чемпионка мира, если уж так говорить, серьезно. Что получилось? Вчера у меня была партия выиграна. В какой-то момент у меня было 12 единиц, ну, вес, погудение пока, просто 12. Ну, как бы, я считала, в дебюте рискнула, подкрутила, все получило выиграно и успокоилась. Я думала, а, ну, могу так, и, значит, могу так, потом уже, как бы, ну, подавляющее, да, у меня первый раз в жизни, что я 12 единиц не выиграла. Я смотрел эту партию. Это уж фантастика, конечно. И, ну, вот, я слишком долго думала, и, видимо, у меня еще немножко проблемы с давлением, и меня так же, ну, жарко, и я поплыла. Я, как бы, задумывалась, и о чем, я потом даже вспомнила, о чем я думала, как бы, вот, и все, ну, и заскок. Потом вместо ничьи, когда уже нужно, да, делать, уже все, там, вечно, все было, и я, как бы, вот, я не могу объяснить. И там в конце, по-моему, ты тактику проиграла где-то хода в три. Да я просто, нет, там я вообще не соображала, что я делала. Вот, у меня голова просто, я даже не совсем помню, вот, что у нас было, как, это, конечно, необъяснимо. Ну, со мной такое впервые в жизни, но, нет, ну, правильно то, что, конечно, здесь в плане того, что меня наказывают, как бы, за халатность, когда нужно было взять, нанести, как бы, закончить партию. Может быть, ты пожалела девочкой, такая маленькая девочка. А, немножко про ее игру, ну, а вот как ты ее оцениваешь? Нет, ну, она маленькая еще, я, конечно, талантливая, но, вот, чисто про Илья, конечно, ну... Ну, понятно. Ну, как будет. Ну, так, играет. Да, я не могу, да? Да. Просто, как бы, я очень быстро получила большой приветств и потом, и мне кажется, я не особо заботила о том, как она там играет. Как бы, я сама с собой играла и сама с собой закончила. Поэтому она еще юная. Конечно, конечно. Ну, надо, да, ей должно все-таки, она могла как-то вот. Я бы в конце увидела, как говорила. Да, она и сделала, такой, я не знаю, но я еще с ней поговорю. Мы когда с ней разговаривали до турнира, вот, ну, мы понимали, что она еще говорила, ой, мне попадется по жеребьевски обязательно сильный игрок. Вот, и я говорю, ну, так сказать, ну, естественно, проиграешь, но я говорю, в Швейцарке проиграть в первом туре, это, может быть, даже и хорошо. Вот, поэтому, вот, на этой оптимистичной ноте мы, как бы, пора, это еще как раз может быть и хорошо. Нет, ну, как бы, на самом деле, на Москву, у меня уже традиционно, я в начале турнира кому-нибудь проигрывала с таких, как бы, да, мини-рацингов, славность нельзя сказать, допустим, в России, как бы, 1900, это вот, не знаю, потому что в рейтинге немножко странное ввели, как бы, ну, девочка с 1900 может играть на 2200, да, если она его только получила, поэтому, ну, не знаю, как бы, вообще не нравится. Все, 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 все вы человечески понятны. Да, да, потому что у меня было такое, я проиграла 1900 девочке, которая явно играет сильнее, потом, она, я тоже, я не хотела ничего, как бы, начала рисковать, но она у меня очень жесткая, вообще без шансов, ну, как там, человек с 1900 не может, да, играть, 1900, я не знаю, это первый разгляд, да, или какой-нибудь. Ну, какой-нибудь первый, да, наверное, да, первый разгляд, да. Ну, дело в том, что шахматы все-таки такой вид спорта, где просто силой воли ничего не сделаешь, если он делает правильные ходы, и... Это именно отображает, как будто, что человек может. Да, да, да. Большое спасибо, удачи тебе в турнире. Спасибо большое.